МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие электронные сервисы предлагает налоговая служба? Федеральная налоговая служба, одной из первых среди государственных органов, начала внедрять информационные технологии в налоговое администрирование и использовать их при взаимодействии с налогоплательщиком. На сегодня на официальном сайте Федеральной налоговой службы размещено более 50 электронных сервисов. Они позволяют получать ту или иную услугу или информацию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от графика работы или местонахождения пользователя. За год фиксируется более 140 миллионов обращений на сервисы сайта. Налоговые сервисы дают возможность налогоплательщику дистанционно, без посещения налоговых органов, решать практически все свои вопросы. Хочу подчеркнуть, что все электронные сервисы службы бесплатны. Например, можно зарегистрировать бизнес с помощью электронного сервиса без уплаты госпошлины. Это при наличии электронно-цифровой подписи. Сегодня с помощью электронных сервисов можно узнать ИНН, записаться на прием в инспекцию онлайн, получить справочную информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, заплатить налоги онлайн или сформировать и распечатать платежный документ для оплаты налогов через банк. Линейка калькуляторов поможет рассчитать такие налоги, как транспортный, земельный, налог на имущество, рассчитать стоимость патента или страховых взносов. Сервисы помогут зарегистрировать бизнес, выбрать подходящий режим налогообложения. Начиная с прошлого года, на территории города Севастополя предоставлена возможность через сайт или мобильное приложение зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, так называемого самозанятого лица. Кто может стать самозанятым? Стать самозанятым могут граждане, которые не имеют работодателя или не имеют наемных работников. Особенно актуально это может стать для тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Например, таксисты, парикмахеры, косметологи, фотографы, бухгалтеры, аниматоры, а также граждане, сдающие жилье в наем. Одним из достоинств данного сервиса режима налогообложения является низкая налоговая ставка — 4 или 6% в зависимости от источника выплаты дохода. При получении дохода от физических лиц установлена ставка 4%, от организации — 6%. Более чем в два раза снижена налоговая ставка по данному спецрежиму по сравнению с налогом на доходы физических лиц, который составляет 13%. Самозанятые лица уплачивают налог на профессиональный доход через мобильное приложение «Мой налог». Приобретать и использовать контрольно-кассовую технику не надо. Не надо сдавать никакие отчеты. Мобильное приложение само рассчитает налог, подскажет, когда нужно заплатить, но и уплатить налог также можно через мобильное приложение. Учет доходов ведется в этом мобильном приложении автоматически. В нем можно сформировать чек, сформировать справку о полученных доходах для предъявления в банк, в органы социальной защиты населения и другие государственные органы. Фактически это карманный мобильный офис. Как можно зарегистрироваться в качестве самозанятого? Регистрация в приложении «Мой налог» занимает всего несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и предоставлять его в инспекцию не нужно. Личный кабинет самозанятого размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Личные кабинеты». Мобильное приложение «Мой налог» можно скачать на свой мобильный телефон или планшет через App Store или Play Market. На сегодня доступны следующие способы регистрации. Первый — это непосредственно в мобильном приложении с использованием паспорта для сканирования и проверки. Также понадобится фотография, которую можно сделать непосредственно на камеру смартфона. Второй способ — это использовать ИНН и пароль для доступа в личный кабинет физического лица. Для регистрации через личный кабинет паспорт не понадобится. И третий способ — с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Для регистрации через портал госуслуг также паспорт не нужен. Потребуется логин в виде мобильного телефона, электронной почты или СНИЛС и пароль от сайта госуслуг. Какие электронные сервисы пользуются наибольшей популярностью у севастопольцев? Несомненно, это линейка личных кабинетов, которые постоянно модернизируются, добавляется новый функционал, исходя из запросов времени. Функционал личного кабинета практически безграничен. Например, сегодня в нем можно узнать информацию о своих банковских счетах, открытых на территории Российской Федерации, сведения о полученных доходах, включая сведения, которые предоставляют налоговые органы работодатели. В разделе «Доходы личного кабинета» размещена информация о суммах, выплаченных из Фонда социального страхования. В личном кабинете аккумулируются все сведения об имуществе, льготах. Через личный кабинет можно подать декларацию, оплатить налог или задолженность, вернуть или зачесть переплату, то есть направить заявление любого характера. На мой взгляд, самый удобный способ подачи декларации по форме 3НДФЛ реализован именно через личный кабинет, так как все необходимые сведения подтягиваются в декларацию автоматически. Заполнение декларации сводится практически к ответам на задаваемые системы и вопросы, и после чего остается прикрепить документы в электронном виде, подписать электронной подписью, которая генерируется непосредственно в личном кабинете, и нажать на кнопку «Отправить в налоговый орган». Личный кабинет налогоплательщика, так же как и личный кабинет самозанятого, также имеет мобильное приложение. Как гражданину стать пользователем личного кабинета? Вход в личный кабинет размещен на главной странице официального сайта Федеральной налоговой службы. В настоящее время существует два способа входа. Первый способ с помощью логина и пароля, который получают в налоговой инспекции. Логин — это ИНН налогоплательщика. Пароль можно получить в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. Необходимо предъявить паспорт. И здесь же будет выдана регистрационная карта с паролем для входа в кабинет. При желании пароль можно в любое время изменить непосредственно в личном кабинете. Второй способ — с помощью логина и пароля портала государственных услуг. При этом учетная запись портала должна быть подтверждена. Подтвердить учетную запись портала госуслуг можно, обратившись в Центры обслуживания с паспортом и с НИЛС. Центрами обслуживания могут быть МФЦ, ЗАГСы, банки, пенсионный фонд. Подробная информация о Центрах обслуживания, в которых можно подтвердить учетную запись, размещена на сайте госуслуг. А для индивидуальных предпринимателей предусмотрено что-то подобное? Для них разработан отдельный кабинет индивидуального предпринимателя. И также имеется мобильная версия кабинета. Функционал личного кабинета предпринимателя позволяет контролировать состояние расчетов с бюджетом, начислений и платежей, оплатить задолженность и текущие платежи по налогам и взносам, сформировать и распечатать платежный документ для оплаты налогов в банке, настроить оповещения о предстоящих платежах, об образовавшихся задолженности, о мероприятиях, которые проводит налоговый орган. Также можно просматривать информацию о статусе документов, которые направлены в налоговый орган, увидеть сведения о контрольно-кассовой технике, о применяемом специальном налоговом режиме, записаться на прием в налоговый орган, получить выписку из ГРИП и многое другое. Если у пользователя уже есть логин и пароль для доступа к личному кабинету физического лица, то им можно воспользоваться и для входа в личный кабинет индивидуального предпринимателя. При первом входе понадобится внести дополнительный реквизит ОГРОНИП, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Вторым способом входа является вход с помощью портала госуслуг. В этом случае также необходимо внести ОГРОНИП для подтверждения статуса индивидуального предпринимателя. Отмечу, при таких способах входа доступны не все функции личного кабинета. То есть доступны только те функции, для которых не требуется электронная подпись. А полный доступ к функциям личного кабинета доступен в веб-версии личного кабинета при входе с ключом электронно-цифровой подписи. Может ли индивидуальный предприниматель сдавать отчетность через личный кабинет? Для того, чтобы отправить запрос, обращение, налоговую декларацию через личный кабинет индивидуального предпринимателя, необходимо наличие квалифицированной электронной подписи. Квалифицированная электронная подпись дает возможность обмениваться с налоговым органом в электронном виде. То есть обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Квалифицированная электронная подпись дает возможность обмениваться с налоговыми органами юридически значимыми документами в электронном виде. Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров опубликован в интернет, на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций. Также список региональных специализированных операторов связи, которые также являются удостоверяющими центрами и могут выдавать электронные подписи, размещен на стендах в оперзалах по приему налогоплательщиков и дублируются на сайте Федеральной налоговой службы. То есть цифры говорят сами за себя. Наши налогоплательщики отдают предпочтение электронному способу, а не бумажному. Кроме того, налогоплательщиками широко используется так называемая система ИОН, система информационного обслуживания налогоплательщиков. Данная система позволяет получать от налоговых органов акты сверок, перечень представленной отчетности, справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении обязанностей перед бюджетом, выписки из лицевых счетов. И все это в электронном виде без посещения налогового органа. В 2020 году в рамках системы ИОН было выдано более 65 тысяч документов. Это практически 90% от всех выдаваемых документов. Елена Викторовна, прошлый год был особенным для бизнеса из-за пандемии. Как Вы считаете, в связи с этим электронные сервисы, налоговые службы укрепили свои позиции? Да, конечно. 2020 год показал, что за дистанционными технологиями будущее. В период пандемии посещение налоговой инспекции и оперзалов по приему налогоплательщиков было ограничено. Но для участников электронного документа оборота взаимодействие с налоговой службой происходило в штатном режиме. Более того, благодаря технологиям и информационной базе, которые имеются в налоговой службе, был создан новый электронный сервис «Коронавирус. Миры поддержки бизнеса». Электронное взаимодействие помогло в сжатые сроки наладить работу по выплате федеральных субсидий предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики. Люди смогли в электронном виде подать заявление на выплату субсидий и получить адресную помощь. В перспективе налоговые сервисы будут полностью интегрированы в повседневную жизнь человека и бизнес-среду. В идеале заплатить налоги должно быть не сложнее, чем оплатить мобильную связь или интернет. Елена Викторовна, благодарю Вас за беседу и напоминаю, что в нашей студии была Елена Викторовна Маслова, главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю. Это была программа «Актуальное интервью». Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин